После этого фильма хотел бы, чтобы мы учились очень быстро реагировать на те проблемы, которые возникли. К сожалению, прошло у нас уже 10 месяцев, а мы адекватно не реагируем на те вызовы, которые происходят. И то, что сегодня вы собрались, это очень хорошо, может быть, это позволит ускорить ситуацию. Давайте будем говорить правду. У нас есть перемещенные и есть беженцы. Мы все время для того, чтобы не подпадать под эту категорию, все время обманывали сами себя и говорили, что это все перемещенные. Перемещенные, кто в нормальном режиме, ехал, брал, знали, куда ехать, брали вещи и уезжали. А то, что происходит в Дебальцево, то, что происходило в Широкино, это беженцы. Теперь как мы помогаем? Да никак. Я позавчера брал со своим помощником, с батальоном АЗОВ, брали, искали машину и вывозили тех, кто желает. А есть ли инструменты в государстве? Их не существует. Если мы понимаем, что у нас где-то будут боевые действия или понимаем, где будет угроза этих боевых действий, то в этих зонах должен быть особый режим, а мы должны подготовить к этому. Должны быть лагеря, должны быть машины, которые будут эвакуировать, должны там оказать первую помощь и сделать объявление населению. И тогда мы сможем, не обстреливают, можно договариваться, мы знаем уже, предварительно военные знают, когда обстреливают, когда не обстреливают. Это вопрос, который можно отрабатывать. Но если вы спросите, кто этим занимается, то таких нет. На самом-то деле уполномоченных государством структур. Это все звонят мэру. Хатлубей, помоги. А Хатлубей, уже и так бюджет рвется, уже нечем. Звонят волонтеры, волонтеры, слава богу, есть, и едут, помогают. Мы говорим МЧС, а МЧС говорит, у меня в своих машинах топлива нет. Но хотя бы вот в этой буферной зоне мы должны обеспечить элементарными, необходимыми условиями. В том числе и привлечь сюда международные организации, которые бы нам позволили привезти бронированные, помочь бронированные скорые помощи или машины для эвакуации этих людей. И дальше мы должны понимать, к сожалению, нужно готовиться к худшему. Дай бог, чтобы этот сценарий не был, тогда он не случится. Но худшее это означает, что будет конфликт продолжаться дальше, что будут обстрелы, будет эрозия идти по дальнейшей провокации на остальные зоны. В рамках этого мы должны тогда понимать, чтобы эти были у нас инструменты. В начале, когда только в летний период, я помню, как очень хорошо был координационный штаб у нас при МЧС, все знали, все обращаются в МЧС. Кто-то знает сейчас, куда обращаться? Точно никто не знает. Социальное, МЧС, кто поможет? И помогают к тому, кто имеет богородную душу, волонтеры. А волонтеры тоже не могут, они тоже не имеют этой полной возможности. Поэтому нам нужно на уровне государства четко определить, если МЧС, тогда все обращаются в МЧС, и в МЧС должны быть инструменты. Мы развернули три лагеря в свое время, на блокпостах регламентировали, вернее, объявления были, объявляли в городах, куда выезжать, и население выезжало. То же самое нам сейчас надо, это сделать. И вот эта работа незамедлительно должна быть. Второй очень важный вопрос, то, что погибают наши жители, это погибают, если взять только анализ Мариуполя. Погибали все на улице. Все, кто в зданиях, они остались живы. И даже я видел, как в Мариуполе, когда ракета попала в здание, и одному прямо в дом, и остался житель живой, потому что осколки так не разлетаются. Погибают все на улице. Нам необходимо срочно через МЧС, через средства массовой информации, дать нормальную, постоянно действующую, регламентную информацию, как вести себя в подобных случаях. У нас многих не будет смертей, если мы их научим правилам поведения. Этого нет. Плюс забыли, что такое оповещение, оповещение должно быть, что такое обучение. Вот в этих всех зонах прифронтовых мы это должны делать. И это, в принципе, нужно для всех. И оказание первой медицинской помощи. Это то, что очень важно. И очень важно, конечно, взаимодействие с силовыми структурами. Потому что, если военные что-то делают, они стараются не говорить и не консультироваться с местными органами власти. И органы местной власти не в состоянии обеспечивать вот те новые вызовы, которые появляются. И вот тема блокпостов. Какая цель блокпостов? Ну, вроде бы, чтобы не было диверсанта. Диверсанты как ходили, так они и ходят. И этим их не испугаешь. У них есть разные варианты. Мы создали огромную проблему. Против себя поставили, против центральных властей киевских, а для них киевские власти, это Украина, противопоставили все население, которое перемещается из этой зоны занятой в незанятую. Огромные очереди. Там коррупция. За деньги можно проехать. Давайте тогда тоже быстро реагировать, чтобы СНБО, военные не принимали решения без участия вашего комитета, представителей, других волонтерских и местных громад. Потому что вместо того, чтобы сразу сказать, давайте, риск, как мы в начале военных действий, то же самое сделали регламент, военные сделали регламент на границе. Лица от 18 до 45 лет не пропускаются по особому регламенту. Все остальные проезжают. То же самое и нам можно было. Туда бы не попадали ни бабушки, ни дети, которые сегодня, в принципе, больше всего от этого страдают. Более того, что случилось на блокпосту Маринке. Огромные очереди, они специально выстраивают очереди. Из Донецка приезжают, дают документы. Наши эти документы потом через время рассматривают. Очередь 300-400 метров. Они обстреляли три дня назад эту очередь. Для чего? Для того, чтобы больше никто не приезжал и никто не хотел идти в Украину. Поэтому давайте все-таки быстро реагировать на эти проблемы. Поэтому что мы только этим ожесточаем то население, которое пытается уезжать, а не может уехать. Потому что сегодня пропуска нет. И поэтому везде. Для ускорения нужно отдать тысячу гривен. Для того, чтобы без пропуска проехать, 500 гривен. И мы только этим развращаем эту ситуацию. Я вам говорю, обнажу, но не надо скрывать, потому что это, к сожалению, есть. И еще вторая большая проблема – это обеспечение законодательства на территориях буферных в Донецкой и Луганской области. То, что там происходит, и я думаю, Ирина постоянно ездит и знает, где, к сожалению, воинские формирования, особенно батальоны, не всегда выполняют законодательство. И там нету иерархии. Занимают предприятия, грабят население. Это тоже есть. Убивают заместителей мэра. Конкретно можно назвать? Конечно, можно. Конечно, последний, да, первый заместитель бывший, первый заместитель министра, мэра Славянска. Где он? Его вывезли и расстреляли. Я говорю сейчас о том, что на это обратить внимание надо. И сделать... Иван Шкирак, я выборчаюсь. Я могу вам сказать конкретно. Государственная шахта, Красноареманская, три месяца уже занята батальонами. И сегодня там добывают по черному уголь. И это все есть. Не надо прятаться от этого. Мы, наоборот, должны честно говорить друг перед другом. Я знаю, я сам просил, чтобы батальоны пришли из Шахтерска, пришли в баню. Они при этом взяли и всех, кто там в пансионате были, всех ограбили. А потом зашли и хозяина ограбили. Поверьте, я этих ситуаций знаю много. Поэтому лучше не буду об этом говорить. Мы сейчас хотим выработать механизмы, которые бы это убрали. Теперь о работе правительства. К сожалению, у нас в правительстве, я уже говорил, нет четкой иерархии, кто чем занимается. И нет у полноводчинного сегодня вице-премьера, который бы работал. У нас, вот я в дополнение того, что Ирина. Мы в свое время проинициировали создание агентства по восстановлению Донбасса. Думаете, что-то сделано? Оно было создано в сентябре месяце. Назначили руководителя, убрали. Сейчас вообще, говорит, его не надо. А какие механизмы восстановления? Что сделано государством в Славянске? Хочу сказать, практически ничего. Делали волонтеры, международные организации, какие-то наши, в том числе, там, Куржелезница и другие организации. Но государством ничего не сделано. Пришли, сказали, выделим деньги на два дома. До сегодняшнего дня не выделили. Было постановление Кабмина на выделение 10,2 миллиона. Три месяца выходило. Это в дополнение к тому, что говорит Ирина. Три месяца, когда у нас идет война. Нам надо научиться то, что было во время Великой Отечественной войны, к сожалению. Когда за три месяца брали предприятие, перевозили и там уже его начинали, запускали. А у нас этого нет. Здесь жизнь одна? Окей. И в том числе, когда мы говорим, что у нас очень много вызовов, должны быть какие-то инструменты. Мы предложили, давайте создадим быстро временную специальную комиссию по стабилизации социально-экономической жизни на Донбассе. Думаете, создано? Нет. Снова политические все расклады. Давайте мы все-таки создадим, и чтобы кто-то мог говорить с властью, и чтобы кто-то мог говорить в промежутках между вот этими заседаниями ежедневно. И тогда у нас это гораздо быстрее пойдет.